Почти в два раза завышены закупочные цены на продукты в сухих пайках, которые выдают вместо школьного питания детям-инвалидам, обучающимся на дому. К такому выводу пришли активисты ОНФ. Они изучили накладные за прошлый год. В свою очередь, родителей не устраивает непосредственно набор продуктов. В ситуации разбиралась наш корреспондент Зоя Попцова. Посадил детку и едку. Выросла редка, большая, прибольшая. По состоянию здоровья 10-летний Артем Казаков учится на дому, но официально числится учеником 44-й школы. Несколько раз в неделю к нему приходит преподаватель, с которым Артем учит цвета, название предметов, развивает мелкую моторику рук. По закону мальчику положена компенсация за бесплатное школьное питание в виде сухого пайка. Выдают его раз в месяц. Туда входят крупы, консервы, макароны и кондитерские изделия, масло. Но в последнее время маму Артема Елену Носкову не устраивают ни сами продукты, ни цены, по которым они закупаются. Один месяц сдали гречу, в другой месяц рис. И мы в течение всего месяца будем один гречу есть. Были бы цены пониже и была бы корзина побольше. Горошек, которые в магазине стоят 50 рублей, там за 70, за 80 рублей. Вот самое, что меня больше всех убило – сахарный песок. Когда в магазинах он стоил 30, у нас 60 килограмм. Елена Носкова не одинока в своем мнении. Еще около 10 родителей детей-инвалидов также недовольны содержимым сухого пайка. Законом установлен целый перечень продуктов, которые должны входить в этот набор. Но на деле в нем периодически чего-то не хватает. Около года назад родители обратились в Общероссийский народный фронт. Все это время общественники следили за динамикой цен в накладных, которые, к слову, родителям даже не выдавали на руки. Родители начали жаловаться, что им не выдают вторые экземпляры накладных. То есть они вот расписались, им отдали коробку и сказали «все, идите, пожалуйста». То есть на руках у человека кроме продуктов ничего не остается. И он ни качество не может посмотреть, ни как не проверить, ни проконтролировать, ни в случае чего претензию предъявить. В конце декабря общественники обратились в прокуратуру Кировской области. Через несколько дней ведомство начало проверку, которая должна завершиться к концу января. Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве образования. Там сообщили, что с 2020 года родителям детей-инвалидов, которые обучаются на дому, будет предоставлено право выбора. Получать бесплатное двухразовое питание, либо ежемесячную компенсацию из расчета 99 рублей 30 копеек за день. Зоя Попцова, Иван Малков, Бюро новостей, Давид.